В Судогодском районе рысь пыталась пройти к людям через ограждение дороги. Лесную кошку заметили водители на платной трассе М-12. Вон рысь, видите, бегает. Вон, видишь, какая. Здоровая кошка, килограмм на 40. К слову, ограждение установлено вдоль новой магистрали для безопасности водителей и диких зверей. Однако забор может мешать миграции животных, считают специалисты. С приближением весны у зверей начинается гон. Представители Владимира Суздальского музея-заповедника предполагают, что на кадрах запечатлен самец. Его примерный вес — 32 килограмма. Он уже начал как-то двигаться в поисках самок. Так как численность мала, ему приходится проходить какие-то расстояния в поисках противоположного пола. Скорее всего, он попал в такой искусственный, созданный для него ловуш. Но натиск цивилизации не установить. Видимо, какие-то звери и дальше впредь будут редкими у нас на территории края. А рысь у нас относится к категории видов исчезающих. То есть она в Красной книге в Владимирской области занесена. Отстрел рыси в регионе запрещен еще с 1965 года. По данным госохоты инспекции, во Владимирской области проживает только 51 особь. Следы дикой кошки можно встретить в сухих сосновых борах. Такие леса пролегают в Гусьхрустальном, Гороховецком, Ковровском, Камешковском, Судогодском, частично в Юревпольском и Суздальском районах.